Пять финансовых институций в Украине требуют немедленного реформирования, говорят специалисты. Цель изменений – обеспечить право собственности граждан в тех организациях, где они хранят свои средства. Именно поэтому, когда готовилась программа развития финансового сектора в государстве, были определены следующие приоритеты. Это наведение порядка в банковской системе, это наведение порядка в страховой системе, на фондовом рынке, а также в системе, которая занимается нашими пенсионными средствами. В том числе кредитные союзы, как форма привлечения денег граждан, где могут нарушаться права собственности граждан как таковых. В 2014 году в стране создали Национальный совет реформ, который внедряет много изменений в различных направлениях экономики, в том числе и в финансовом секторе. Таким образом, в 2015 году было принято комплексную программу реформирования финансового сектора до 2020 года. Значительная часть этого плана уже реализована. Выполнение возложено на целевую команду реформ, а ее работа координируется Национальным банком Украины. В состав этой целевой команды реформ входят также представители всех финансовых регуляторов Национальной комиссии по ценным бумагам фондового рынка, нацкомуслуг, фонды гарантирования вкладов. Общественные организации, профильные ассоциации, в том числе представители Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. Относительно обеспечения права собственности украинцев, то необходимо прежде всего преодолеть первый вызов при подготовке реформы, рассказывает эксперт Галина Третьякова. Возрождение доверия граждан к финансовым институтам является ключевым направлением реформирования. Без доверия граждан мы ничего не добьемся. Эта концентрация ресурса, которая выполняет функцию номер один для макроэкономических процессов в Украине, невозможна, если граждане не доверяют финансовой системе. Вторая цель реформы – это создание прочных, действенных регуляторов, которые бы ввели пруденциальный, то есть предусмотрительный надзор. Контроль нужен для того, чтобы предотвратить банкротство и неплатежеспособность компаний. Например, в случае, когда финансовые организации становятся неплатежеспособными, очень быстро вывести их с рынка, для того, чтобы активы, которые еще существуют на то время в финансовых организациях, остались для кредиторов и для физических лиц. Для того, чтобы мы начали наводить порядок в финансовой реформе, был усилен в первую очередь институциональный мандат Национального банка Украины и банковская система, которая занимается всеми расчетами и предоставляет кредиты. Я подчеркиваю, что кредит – это еще не инвестиция, это краткосрочное привлечение денег для тех, кому они нужны. Банковская система в любой стране выполняет функцию артерий, по которым движутся средства для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность экономики. Поэтому реформа банковского сектора была чрезвычайно важным направлением финансовой сферы. Она внедрялась с помощью следующих элементов – это раскрытие конечных бенефициаров, владельцев и тех, кто влияет на процессы внутри банков. После этого была введена очень открытая отчетность, когда по таким маркерам в отчетности можно было сделать вывод – соответствуют или не соответствуют банки требованиям платежеспособности. Но эта работа пока сделана у нас только в банковской сфере. В макроэкономической стабилизации в настоящее время нуждается вся финансовая система Украины. Поэтому финансовые институции требуют такого же регулирования, как и Национальный банк, говорят эксперты. Чтобы урегулировать этот процесс, президент подал на рассмотрение в парламент законопроект под названием «Сплит». Суть документа заключается в том, что сегодня государство не в состоянии содержать три финансовые структуры, занимающиеся проденциальным надзором. Речь идет о Нацбанке, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере финансовых услуг. Их нужно обеспечивать средствами и высококвалифицированными специалистами. К данным законопроектам предлагается полномочия комиссии Нацкомфинуслуг передать частично Национальному банку и частично комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. И, по сути, прекратить деятельность этого регулятора. Надзор за страховыми компаниями, кредитными союзами, обменными пунктами, ломбардная деятельность – это должно перейти в сферу регулирования Национального банка. Более трех лет этот законопроект находится в парламенте. Документ рассмотрен только в первом чтении. Поэтому некоторые процессы по реализации комплексной программы развития финансового сектора пока тормозятся. Урегулирование законодательной базы – важный элемент реформы. Потому что финансовый сектор очень большой, очень много различных аспектов. Мы с вами поговорили только об одном из немногих. Это распределение полномочий между двумя регуляторами по финансовому сектору. Но есть еще значительное направление, по которым еще предстоит работать. Итак, если мы реформировали институциональную способность Национального банка, то, по сути, новые законы комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – он – это только в работе. Таким образом, создание мегарегулятора, когда весь надзор будет сконцентрирован под зонтиком одного учреждения – ключевой месседжереформы. Это даст возможность более качественно и эффективно регулировать деятельность всех финансовых институций. Субтитры создавал DimaTorzok